Новогодние праздники завершились, а вакцинация нет. Во всех прививочных пунктах города продолжается вакцинация от коронавируса. Людей по сравнению с новогодними каникулами теперь стало в два раза больше. За день врачи принимают около 150 человек. И эта цифра продолжает расти. Очередь на вакцинацию в одном из торговых центров тому подтверждение. Еще неделю назад на прививку приходило не больше 70 человек в день. А сейчас число таких пациентов выросло вдвое. Как отмечают врачи, за прививкой от ковида идут все. И старый млад. Большинство на ревакцинацию. «По сравнению с праздниками, да, количество увеличилось. Стали приходить более активно. Приходят, делают. Есть и первую делают, есть и вторую приходят. Кто-то налает на ревакцинацию делает. Сейчас, значит, 100-130 человек за день. Иногда бывает чуть-чуть и больше». Однако, по словам медицинских работников, расслабляться не стоит. Сейчас вирус активно мутирует. Появляются новые разновидности. Так на место дельта-штамма приходит омикрон. Его главная опасность – быстрое распространение. Он почти в четыре раза заразнее своего предшественника. Макубационный период нового штамма всего три дня. В Крыму и Севастополе уже выявили по одному случаю заражения. Как отмечают специалисты, вакцина – единственный способ обезопасить себя и окружающих. «Концентрация вируса в носоглотке у вакцинированных людей в 8 тысяч раз ниже, чем у людей невакцинированных. Что это означает? Это означает, что вирус в носоглотке находится, он не такой концентрированный, он не так передается другим людям. И что самое главное, что точно подтверждено нашими учеными, которые были в Южноафриканской республике, и сейчас это подтверждается исследованиями в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, что вакцинированных людей в основном вирус из носоглотки не поступает в легкие». А это значит, что есть шанс избежать тяжелых, порой смертельных последствий коронавируса. Севастопольцы понимают важность вакцинации от него. Именно наш город стал лидером по коллективному иммунитету в стране. Сейчас эту планку важно удержать. «Я уже на ревакцинацию, вакцинироваться надо. Мы это чему не победим без вакцинации. У меня уже уши от этой маски торчат, понимаете? Я с юмором, на позитиве, поэтому обязательно надо. Алфавит уже скоро кончится, вот этот вот, греческий, да? Скоро кончится алфавит, а мы все будем это, чего-то ждать. Надо делать и все. Руки опускать нельзя, надо бороться». «Гарантия здоровья не только себе и окружающим». Вакцины хватит на всех, говорят врачи. В Севастополе сейчас в наличии почти 340 тысяч доз вакцины. Медики готовы к встрече с новым штаммом коронавируса. «У нас в наличии есть все вакцины. Также идет спутник ВИ, пивак корона, ковивак и спутник лайт. Вакцинация – это один пока что из самых надежных способов для создания коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции. Также сейчас появляется много новых штаммов, тот же вот омикрон. Поэтому я считаю, что это единственный способ, который помогает сейчас сохранить здоровье населения». Но нужно понимать, что вакцинация не панацея. Соблюдение повседневных мер предосторожности никто не отменял. Владислав Ивенин, Сергей Котляренко, Новости Севастополя.